Попробуем построить регрессию. Зависимой переменной выступит удовлетворенность собственной работой. Используем базу ESS, в которой в шестой волне задействовано 29 стран, включая Российскую Федерацию. Из этой базы я уже отобрал те переменные, которые содержательно могут гипотетически влиять на удовлетворенность работы. Здесь совершенно непосредственно связаны, скорее всего, с удовлетворенностью работы, характеристики, как то продолжительность рабочей недели и прочие характеристики рабочего места. И более опосредованные потенциальные детерминанты, как то различные ценности респондента, характеристики потенциального самочувствия респондента. И прочие характеристики респондента, которые, возможно, связаны с удовлетворенностью его работы. Большинство характеристик измерены по псевдоинтервальной шкале, поскольку большинство характеристик, хоть они и закодированы как ранговые, содержат 11 категорий, 11 рангов, выражающих степень чего бы то ни было. То есть мы можем оценивать эти характеристики как псевдоинтервальные. Зависимая переменная, собственно говоря, тоже является псевдоинтервальной. Помечу ее как зависимую, целевую. Все остальные переменные, кроме ID респондента, могут выступать в качестве предикторов. Однако регрессия, а в данном случае мы будем пользоваться линейной регрессией, поскольку зависимые перемены у нас как бы псевдоинтервальные, то мы должны выбрать регрессию линейную. Так вот, регрессия, в том числе линейная, предполагает, что наши предикторы должны быть измерены по интервальной, метрической или хотя бы псевдоинтервальной шкале. Большинство переменных удовлетворяет этому требованию, но некоторые переменные, как то страна, например, где 29 значений. Еще ряд переменных, например, место жительства респондента, где тоже много, 5 категорий, являются переменными. Продолжение следует...